Здравствуйте! Меня зовут Буганькова Катя и я журналист детской редакции интернет-телевидения Город Плюс. Сегодня в студии Алена Нефёдова и Александр Скворцов, победители грантовых конкурсов, молодежных форумов. Здравствуйте, Алена и Александр. Добрый день. Вы участвовали в грантовых конкурсах на молодежных форумах России. Что самое сложное при создании защиты проекта? Публичное выступление или оформление? Для меня было оформление. Для меня конкретно публичное выступление, потому что дается всего две минуты, когда ты должен рассказать основную суть и понравится жюри. А как вы готовились? Ну, я конкретно писала тезисно и постоянно повторяла, повторяла буквально до защиты каждую минуту, чтобы хорошо выступить. И это все, в принципе. Мне после защиты кандидатской диссертации было немножко легче это сделать, наверное. Вот. Ну, тоже, конечно, подготовка, основная выжимка и буквально начитывание на диктофон по времени. Угу. Часто при защите мы говорим что-то не то. А как представить свой проект так, чтобы он выделился из большинства? До этого представлять его нескольким разным людям, неофициальным, да, показывать друзьям, знакомым, зачастую незнакомым, родственникам, кому угодно. И собирать все эти мнения, из них сделать какую-то выжимку. Желательно, конечно, чтобы среди них были еще и квалифицированы какие-то специалисты. А вы как считаете? Ну, я согласна тоже, но при этом, мне кажется, все равно нужно рассказывать, главное, от себя. Все просто, не зачитывать ничего и просто, как есть, рассказывать от души, можно сказать так. Есть ли у вас какие-то советы для начинающих? Давайте. Хорошо. Ну, я, наверное, скажу, что нужно пробовать себя в любом случае, потому что мы все когда-то что-то делаем, создаем проекты, но при этом боимся показать их. Хочу сказать, что очень важно пробовать каждый раз. Допустим, один раз не получилось все равно попробовать, потому что в другой раз может, так сказать, выстрелить вот так. Вот вы получили грант, но получить еще не значит реализовать. Что дальше? Как вы взаимодействуете с грантодателем? Ну, с грантодателями у нас взаимодействие в основном было непосредственно достаточно техническое, то есть нас проинструктировали о дальнейших, такая некая дорожная карта реализации. Все, в принципе, прописано в соглашении, все абсолютно адекватно, все подробно. Вот сейчас как раз непосредственно, думаю, наверное, тоже готовите отчет. Да, готовим. Вот, по крайней мере, по отчету, насколько я вижу, очень все, скажем так, сделано доступно для грантополучателей, то есть минимум каких-то бумажных пересылок. Отчет предоставляется, по крайней мере, по Тавриде в электронной форме. У нас тоже в электронной. То есть, в принципе, взаимодействие в основном все по делу и очень грамотно все сделано. Ну да, если есть вопросы, в любом случае можно писать всегда и спрашивать. Всегда отвечают, все прекрасно. Как после победы начать реализовывать свою задумку? Ну, сразу же. Просто есть определенный план. Всегда то, что нужно делать, распределить роли обязательно между командой своей и просто начинать и делать все. Ну и если даже есть такая возможность, то еще до получения гранта возможно проговорить с кем-нибудь из своих будущих потенциальных партнеров о готовности. Чтобы ты получил грант, то у тебя уже есть команда. Если ты не получил грант, ну, значит, как бы команда была предупреждена. То есть, по возможности все сделать заранее, когда гораздо легче. Это хороший плюс, когда уже есть определенные помощники, которые можем обратиться потом. Как называются ваши проекты и о чем они? Ну, мой проект называется «Мьюзикл черви». Это музыкально-театральная постановка. И он называют по-разному. Рок-мьюзикл, панк-мьюзикл, социальный мьюзикл. Это постановка о вечных ценностях, о взаимодействии поколений, о их проблемах коммуникации, доносящая все это через современную молодежную вот такую, ну, можно отчасти сказать, панк-форму в культурном понимании этого слова. Мой проект называется «Петербурики». Это такая лаборатория Петербурики, где молодежь создает игры для молодежи, то есть для детей, подростков, которые будут апробироваться в школах и в дворцах творчества, возможно, также. Эти игры раскрывают историю такую, где мы говорим о культуре, истории Санкт-Петербурга, то есть они с помощью игры будут изучать данную тему. Александр, а почему именно такое название мюзикла «Черви»? По сюжету. На самом деле, как-то этот мюзикл только не называли, вот в ролике, который мы увидели, он назван панк-мюзикл, рок-мюзикл, социальный мюзикл. Я бы сказал, наверное, что это все вместе, некое такое. Да, на примере «Черви» — это аллегория. Да, это аллегорический образ. Не буду раскрывать всего сюжета, потому что спектакль еще идет в Москве, и надеюсь, что в ближайшем будущем он еще и пройдет в других городах, в частности, и в нашем, в Петербурге. Аллегория — проблемы отцов и детей, проблемы современного поколения, их восприятия предыдущих поколений. То есть, на самом деле, там есть очень серьезная, очень глубокая идея, и всем желаю ее посмотреть. «Черви» — это аллегория. Давайте посмотрим небольшой ролик. Конечно. Она пила пеноколаду и сальцу танцевала. Я послакал днем с рубленым взглядом и выпил водки два бокала. Она пила пеноколаду, потом меня пацановала. И руку умер и в ряду в рог. Я не помню, что потом. Чем же ваш мюзикл отличается от любого другого? Вы знаете, наверное, с сочетанием каких-то вечных ценностей, отношения к старшему поколению, еще что-то, и при этом абсолютно доходчивой до современной молодежи формой. Потому что понятно, что если мы сейчас выйдем на улицу, будем говорить, ребята, надо уважать старших, не надо ругать, ну что-то такое. Ну что, молодежь, ну посмотрят, они нас посмеются. Не заинтересуют. И это вряд ли их зацепит. Да, здесь цепляющая молодежно-современная реальная форма. Вот такого мюзикла действительно очень заводной спектакль. Оттуда выходят с заряженными. Но и при этом заложенных каких-то классических традиций, которые, к сожалению, на мой взгляд, сейчас все больше теряются, и терять их нельзя. Вот таким сочетанием. Да, сочетанием классики и абсолютного андеграунда. Алена, какие игры у вас придумывают в лаборатории? У нас придумали три игры, они уже готовы. Вот все они, естественно, о истории и культуре города Санкт-Петербург. Ну, есть игры карточные, есть с полем определенные, и с помощью которых играет именно герой, который есть эти самые петербурги. Вот это жители, можно сказать, города нашего, который живет в каждом своем районе. И вот такими, не знаю, героями играют эти игры. То есть главное, это обучающая часть этой игры, а не развлекательная. А куда в результате могут попасть эти игры? Сейчас проходит апробация, например, вот в лагере юности. Вообще мы будем дальше подавать в школы. Есть определенные предметы. Это культура Санкт-Петербурга, либо краеведение. И на них, естественно, можно применять как метод обучения. Вот такие игры. То есть в игры будут играть прямо на урок? Ну да. Конечно, это очень интересно. Во-первых, не просто так, чтобы учитель рассказывал какую-то тему, и дети изучали. Ну, мне кажется, это уже немного старый формат, и теперь можно использовать геймификацию, то есть игровые технологии, и обучаться с помощью игр. Такое интерактивное обучение. Да. Спасибо вам за то, что пришли сегодня к нам в студию. Желаем вам удачи и творческих успехов. Спасибо большое. Спасибо большое. Сегодня в студии «Город Плюс» были Алена Нефедова и Александр Скворцов, победители грантовых конкурсов молодежных форумов. Грантовые конкурсы – это очень важно, и они развивают молодежь. Поэтому предлагаем вам поучаствовать в них, чтобы осуществить свою мечту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!